Сегодня я хотел бы поделиться словом, оно достаточно простое будет, я думаю, что там не будет каких-то сложных, может быть, богословских идей, концепций, но оно очень важное, я верю, для жизни нашей. Я назвал его так, бесплодное слово. Я хотел бы, чтобы мы сегодня увидели состояние нашей души. Сегодня в начале собрания говорилось о том, что мы должны слышать Слово Божие, слышать голос Божий, слышать сердцем своим, которое является собой эту приготовленную почву. И я хотел бы коснуться сегодня, почему в этой нашей вроде приготовленной почве порой Слово Божье бывает бесплодным. Я начну с того, что сегодня многие христиане, они сталкиваются с таким интересным феноменом в своей жизни. Они действительно христиане, потому что есть христиане, которые не христиане, да, и христиане, которые действительно христиане. Я хочу, чтобы мы понимали здраво, потому что когда есть люди, которые просто живут какой-то религией и называют себя христианами, это не делает автоматически их детьми Божьими. Есть категория христиан, которые действительно, они искренне, они любят Слово Божье, они любят то, как Бог запланировал и устроил жизнь, как Бог написал в своем священном писании. И они действительно, это писание у них в почете, в авторитете, оно не просто не пылится на полке. Но они сталкиваются очень часто в своей жизни с ситуациями, что есть такой большой разрыв между тем, что они слышат в церкви, между тем, что произносится из-за кафедры и о чем учатся, и между тем, что они переживают свои жизни. Друзья мои, я думаю, что если вы просмотрите свою жизнь внимательно, вы увидите, что вам тоже это знакомо. То, что вы слышите из-за кафедры, как должно быть и как правильно, вот и сегодня говорилось сначала о том, что мы должны слышать Слово. Но когда мы выйдем отсюда, и мы будем опять в этой своей жизни повседневной, бытовой, порой возникает такой большой разрыв между тем, что мы потом переживаем в жизни. И когда мы выходим за пределы собраний наших, порой жизнь задает вопросы, на которые не так легко ответить. На которые уже не возьмешь, просто сказаны из-за кафедры хорошие, может быть, штамп такой, или хорошую фразу крылатую. Ее нельзя вот так просто взять и применить к жизни. Порой мы видим, что как будто что-то не работает. И ситуации, которые нам задают эти вопросы, это ситуации, когда отношения с людьми зашли в тупик, когда финансовая сфера хромает, может быть, у кого-то с жильем проблемы, у кого-то проблемы, не знаю, может быть, с законом бывает даже. Слушаются несчастные случаи, катастрофы, болезни приходят в жизнь людей, и порой мы сталкиваемся с тем, что все эти ситуации, они сдают, бросают нам вызов. И слыша из-за кафедры слова, мы понимаем, что за кафедрой все проще. Просто верь, просто молись, просто постись, просто ищи Бога, просто будь верен Богу, просто, просто, просто. Из-за кафедры всегда все просто. Но когда ты 10 лет жизни ищешь ответ на то, как устроится твоя судьба, и это просто не сработало, ты начинаешь задавать Богу вопрос, а почему? Вы знаете, однажды я прочитал один комментарий в видео на тему семинара о супружестве, или о создании семьи, а о том, как это, ну не знаю, неправильно сказать, как делать. Я прочитал один комментарий, один человек высказался, опять все то же самое. Я думал, хоть здесь будет что-то новое. Я задумался, человек действительно пришел к ситуации, что, слыша из-за кафедры то, что Бог заготовил, то, что Бог приготовил, то, что Слово Божье говорит, он понимает, что опять это для него не сработает. Жизнь поставила вопрос по-другому, и он не может на него ответить. Итак, я приведу один пример из Нового Завета, может быть, сразу он вам покажется не совсем к месту или не в тему, но я поясню, почему я его привожу. Евангелие от Луки, 9 глава. Мы прочитаем вместе с вами с 51 стиха. 9 глава с 51 стиха. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим, послал вестников перед лицом своим, пошли они, вошли в селение Самарианское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал. Но он, обратившись к ним, запретил им, сказал, не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Вот такая история, в которой мы, я хочу, чтобы увидели сейчас то, о чем я говорил в самом начале. О том, что жизнь, которую, или скажем, слово, которое мы имеем, слышим в церкви, порой нам сложно применить к жизни. Мы не можем его, как бы, реализовать в жизни своей. И смотрите, что произошло с учениками. Ученики слышат Христа каждый день, они слушают Его Слово, они слушают Его послания, они видят Его дела, они видят, как Он действует, они помогают Ему, они все время пребывают в Его учении. И, казалось бы, все в порядке с ними, они знают Слово, они ценят, они вообще оставили все, чтобы пойти за Ним. Они оставили сети, они представили свои бизнесы, они посвятили жизнь свою Богу. И, казалось бы, уже кто-кто, как они, лучше всего должны понимать Христа. Но вот жизненная ситуация. Ситуация, которая вышла за рамки их какого-то бытового представления. Они пришли в селение, их там не приняли. Всегда принимали, всегда с радостью открывали дома, семьи, пускали, все. А здесь не приняли. И учеников достаточно такая интересная реакция. Они подходят ко Христу и говорят, давай призываем огонь, как пророк Илия. И ситуация интересна тем, что Иисус ответил им вот эту фразу, нам высветите, пожалуйста, не знаете, какого вы духа. Иисус упрекнул их за нечто, может быть, для нас покажущееся не совсем, ну, на первый взгляд правильным. Вы не знаете, какого вы духа. Можно было бы сказать, как это, спалить людей, ребята, вы что, спалить живых людей. Вы подумайте, о чем вы говорите, маньяки. А он им говорит, вы не знаете, какого вы духа. Но я хочу ваше внимание обратить на, почему, на мой взгляд, это опять же мое мнение, почему Иисус так сказал. Они все сделали правильно с точки зрения богословской. Они не просто подошли к селению, взяли спички, разложили там где-то дрова и подожгли, сбежали, огонь пришел от Ильи. Они сделали все правильно с богословской точки зрения. Вот я хочу сейчас, чтобы вы, братья и сестры, сосредоточились на этих словах, которые я говорю. На самом деле вопрос заключается в том, что они пришли, я сейчас поясню, почему я говорю, что они сделали все с богословской точки зрения правильно. Смотрите, они нашли в слове основание. Они не просто пришли ко Христу со своими желаниями, они сказали, давай сделаем как кто? Как Илья сделал. Пророк имел на это право. Пророк показал определенную модель поведения. Пророк что-то нам сказал, то есть слово, которое они представили Христу. Они пришли со своей молитвой ко Христу и говорят, Господи, хочешь ли? Они начали вопрошать Бога. То есть, когда мы рассуждаем, почему или как они поступили в этом, они все сделали правильно с точки зрения, как сегодня мы поступаем. Они нашли в слове основание. Они пришли к Богу с вопросом, к молитве, скажем так. И они ожидали свой результат. Они ожидали, что Бог скажет вперед. Сейчас молитесь и огонь пожрет это селение. Но Он им сказал нечто иное. Он сказал, вы, несмотря на то, что все сделали правильно, вы не знаете, какого вы духа, ваше направление. Вот здесь слово дух. Мы понимаем, что мы когда-то говорили об этом на собрании. Здесь речь идет об этом слове пневма. То есть, как ветер, дыхание, движение, направление. То есть, то, что пребывает внутри вас. Несмотря на то, что все вы сделали правильно и взяв основанием слова, вы все равно не понимаете, что внутри вас. И говорит, ибо я пришел не губить, но спасать. Итак, друзья мои, когда мы сегодня говорим об этой проблеме, что в церквях мы сталкиваемся с тем, что на собрании мы что-то слышим одно. Мы пытаемся его применить. Но в жизни это не работает. И мы вынуждены как-то приспосабливаться. Мы видим ситуации, когда в христианских церквях из-за кафедры звучат призывы. Мы должны быть честные в своем бизнесе. Мы должны платить налоги. И сидят бизнесмены, которые говорят, да и аминь. Но когда они приезжают в свои офисы, и когда им бухгалтера приносят отчеты, они говорят, давайте часть зарплаты будем выдавать в конвертах. Потому что так мы меньше заплатим налога. Мы меньше отдадим ФСЗН. И когда они потом приходят опять в воскресенье в церковь, и они опять кивают, когда проповедник, выходя за кафедры снова, очередной штамп говорит. Правильный штамп, штамп Слова Божьего. Он снова говорит, мы должны быть честны перед лицом Господа. В ведении своих дел в бизнесе. И они опять говорят, аминь, алилуйя. Они спокойны, потому что они заплатили свои десятины от этого бизнеса. Но когда они приходят в очередной молитве и говорят, Боже, благослови, это транш, да. Боже, благослови мои вложения. Благослови этот мой новый проект. Благослови что-то еще. Они подобны ученикам, которые говорят, придавай, призовем огонь и спалим их. И Бог говорит им, я не могу ответить на вашу молитву, друзья. Вы не знаете, какого вы духа. Я не могу отреагировать на ваши молитвы. Потому что вы соглашаетесь со Словом, но внутри себя. Вы не знаете направление, которое внутри вас есть. Вы согласны со Словом, но оно не работает, и вы видите это. Вы давно уже привыкли к тому, что Слово Божье перестало работать. Его всегда надо подправлять. Есть такая аналогия в людей, которые разрабатывают какие-то системы, проектируют что-то. Есть такое понятие, как костыль, да. По аналогии с костылем. Когда поймут особенно те, кто может заниматься информационными системами. Когда что-то работает плохо, можно придумать временный какой-то метод, или временное решение, которое так и останется навсегда. Потому что переделать, чтобы сделать хорошо, займет много сил. Так вот, когда мы понимаем, что Слово перестало работать, проще взять костыль в жизни и подставить. И сказать, Бог, закрой глаза, пожалуйста, сейчас. Я раздам зарплату в конвертах. Все, открывай. Все уже произошло. Друзья мои, я хочу, чтобы мы серьезно увидели сейчас, почему Слово Божье, оно становится бесплодным в нашей жизни. И я хочу открыть вместе с вами Евангелие от Матфея. Это то место, та притча, которую читал Веня. Евангелие от Матфея, 13 глава. И я коснусь только одной части ее. И я радовался, что он затронул ее, потому что он говорил о доброй почве, о том, что Слово должно принести плод. Я хочу как раз поговорить о злой почве, о бесплодной почве. И то не о всех аспектах. Но я прочитаю ее всю с 13 главы Евангелия от Матфея, с 1 стиха. Выйдя в тот день из дома, Иисус сел у моря. Собралось к нему великое множество народа, так что вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. Поучал их много притчами, говоря. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иной упало при дороге, налетели птицы и поклевали то, иной упало на места каменистые, где немного было земли. Скоро взошло, потому что земля была неглубока. Но когда взошло солнце, увяло, так как не имело корня, и засохло. Иной упало в терния, и выросла терния, и заглушила его. Иной упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, другое в шестьдесят, иной же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступили ученики и сказали, для чего притчами говоришь им? Он сказал ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. Кто не умеет, у того отнимется, что имеет. Потому и говорю притчами, что они, видя, не видят, и слышат, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаик, который говорит, слухом услышите и не разумеете. Глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих. Ушами с трудом слышат, глаза свои сомкнули. Да не видят глазами и не услышат, ушами не разумеют сердцем. И да не обратятся, чтобы я исцелил их. Дальше я пропущу немножко и читаю именно толкование, которое Христос дал насчет посеянного в тернии. 22 стих говорит, посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Вы знаете, мы сейчас будем рассуждать над этим местом и коснемся пророчества Исаии самого. Но прежде чем мы коснемся пророчества Исаии, я хочу перейти вот к тому, о чем мы говорили в этой первой истории. Почему, или в введении, в вступлении моем, почему мы видим ситуацию, когда слово, оно не работает в жизни. Христос показывает здесь, в этой притче, конкретно, он говорит, 7 стих. Но я хотел бы начать рассмотрение с 22 стиха, с пояснения. Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Если мы задумаемся внимательно над этим стихом, он не просто проскакивает мимолетом вот так в этой притче, он вызывает во мне серьезный вопрос. Слово Божье, посеянное внутри моего сердца, может в какой-то ситуации оказаться бесплодным. Оттого и возникает ситуация, когда я слышу слово, я его принимаю, Бог благословит меня, Бог устроит, Бог сохранит, Бог защитит, Бог даст мир, Бог и то, Бог это, это. Я его принимаю. Но когда я начинаю в жизни своей двигаться, я вижу, что другое происходит. Слово не может принести плода. Слово становится для меня бесплодным. И когда Иисус говорил в 7 стих, он саму притчу давал уже без пояснения. Иное упало в тернии и выросло тернии и заглушило его. И вы знаете, что вот тут кратко и лаконично говорится причина, почему слово бесплодно тернии заглушило, то есть что-то стало выше слова. Но я почему так детально, может быть, там поясняю, как в детском саду, да? Но смотрите, важный момент, 22 стиху еще раз вернемся, ключевой, на мой взгляд. 22, пожалуйста. Смотрите, посеянное в тернии означает, посеянное в тернии, то есть мы считали с 7, что тернии заглушили, но... Так, еще раз подождите секунду. Да, посеянное в тернии означает того, что кто слышит слово и принимает его, но забота века сего и обольщение богатства. Две вещи. Я хочу, чтобы мы сейчас опоставили 7 и 22 стих. Терния выросла, то есть слово было посеяно и слово выросло, да? То есть, но в то же самое время, ведь речь идет о том, что оно не просто не выросло, оно плода не принесло. Терния заглушила его. И 22 стих говорит, что этими терниями выступают две вещи. Заботы века сего и обольщение богатства. Прежде чем перейдем к заботам века и обольщение богатства, хочу сказать, что важный момент, на мой взгляд, что слово, я с чего начал, что люди чтят слово, люди почитают Бога, люди уважают слово. Это не просто люди, которые вообще от Бога далеки, они согласны с притчами, согласны с повелениями, с заповедями, согласны с тем, как Бог устроил, они согласны, они принимают. То есть, само растение в их душе, оно есть. Если вы будете говорить с ними, говорить, слушай, надо быть так, надо вот так, надо Бога почитать, они вам будут соглашаться и кивать. То есть, само растение есть, но есть другие вокруг растения, которые заглушили то растение Божьего Слова, чтобы оно не принесло плода. И вот эти две вещи, заботы века сего, я на них чуть-чуть остановлюсь. То есть, это тот целый пласт вопросов, который нам, скажем так, поддает жизнь, дает жизнь. Мы живем, и у нас стоит вопрос, как Писание говорит, что нам есть, что нам пить, во что одеться. У нас стоит вопрос, где нам жить. У нас стоит вопрос финансовой какой-то обеспеченности. У нас стоит вопрос бытовых отношений, житейских дел, машина поломалась и так далее. Когда оно начинает вырастать, все больше и больше, оно начинает над нами давлеть, друзья мои. Насколько вы ответственно подходите к жизни, насколько вы стараетесь быть людьми ответственными в своей жизни, настолько оно начинает над вами давлеть. Пласт вот этот, целый такой, знаете, пресс такой, бремя на вас ложится. Забот века сего. И не зря Христос разделил как бы на две части. Заботы века сего и второе обольщение богатством. Я про заботы уже понятно немножко, да, и я не буду так глубоко, может, этого касаться. Потому что заботы века сего, я скажу так единственное, что оно начинает забирать в нашей душе все свободное пространство. Наши мысли, наши переживания. Друзья мои, сейчас очень важный момент. Я верю, что Дух Святой побуждает это говорить. Занятость нашей души с заботами века сего, это не только время, которое мы посвящаем решению вопросов. Это не только время, когда я звоню, решаю, или там иду, работаю, или зарабатываю. Это не только это время, это мои мысли постоянные и мои переживания. Если моя внутренность, мои эмоции, они вовлечены постоянно в то, что я переживаю, как мы будем, где мы будем, что мы будем есть, что пить, во что оденемся. Образно говоря, я отдам заботам века. Они захватили меня полностью. И время, которое должно быть еще, уделено Богу моих мыслей, моих переживаний, моего стремления. У меня нету больше. Заботы века сего выхватили из меня всю жизнь. И второе, он говорит, богатством, обольщение богатством. Это второе направление. И несмотря на то, что кажешься такой невинной, что ну подумаешь, деньги, особенно люди, которых денег нет, говорят, это меня не касается. Это богатые, пусть плачут, да? Друзья мои, я скажу, что плачет или увлекается богатством, или как тут написано, обольщается богатством. И богатый, и бедный. Это не важно, есть у вас деньги или нет. Вы можете быть обольщены богатством. Это стремление обладать богатством. Во все времена деньги стояли у истоков всего государственных систем, человеческих отношений. Из-за них убивали, предавали, из-за них делали, творили подлости, грехи и так далее, и так далее. Во все времена. И Христос это очень хорошо понимал, что система мира устроена на богатстве. Иисус, когда был искушаем дьяволом, Он говорил, вот, царство мира, я тебе их дам. Все богатства, все достижения, все достояния. Поэтому речь не идет здесь о богатых людях. Обольщение богатством, это стремление обладать ценностями. Стремление обладать ценностями, это не просто невинное влечение. Это глубокая порабощенность души человека. Независимо он нищий, но постоянно стремится обладать. Или он богатый, постоянно стремится обладать. Это обольщение богатством. И когда мы говорим об этом, это то, что заглушает слово. Это то, что приводит слово к бесплодию. Когда этот бизнесмен может быть даже успешным в глазах людей, которые будут ездить на дорогой машине, иметь хороший дом, и в церкви будет уважаемый и почитаемый человек, но он будет обольщен богатством. Он всегда будет жить и по ним, и видеть, что слово Божье бесплодно. Он будет кивать и говорить аминь, когда ему читают что-то из слова Божьего. Но выйдя за стены собрания, выйдя за... Когда закончится время собрания, он будет поступать по плоти, по-человечески, потому что он знает, что слово Божье не работает, так как проповедники говорят. Надо все равно мозги включать, надо мудрость иметь, надо, чтобы не прогореть, крутиться, потому что слово Божье не так уже красиво. Это только за кафедрой все просто, просто молись, просто постись, просто верь. Но на самом деле перед лицом Господа этот человек обольщен богатством, потому слово бесплодно. Оно не может в него принести плода. Оно для других работает, а для него не может. Итак, к вопросу о духе. Вернемся, когда Иисус сказал, вы не знаете, какого духа. Правильно сделали все ритуально, но вы не знаете, какого духа. И вопрос, который должен стать, некая противоречия. Сегодня Веня тоже упоминал это. И я думал, интересно, вот будет он как-то развивать эту мысль. Но, слава Богу, он не начал развивать. Ему повезло. Потому что я ее сейчас буду развивать по-своему. И Писание вроде говорит, да, встает противоречие у такого человека, бизнесмена, которого я привел в пример. Слово Божье не возвращается тщетным. Как оно может быть бесплодным? Как оно может не принести плода, если Исаия пророчески говорит, слово, которое я послал, не возвращается тщетным? И вот я не зря вспомнил первое место, которое мы читали, про то, что Иисус сказал ученикам, не знаете, какого духа. Мы как раз сейчас откроем Исаии, 55 главу. И я хочу, чтобы вы увидели нечто для меня интересное, то, что для меня стало там интересным, в отношении этого вопроса, что слово не возвращается тщетным. Девятого стиха я читаю. Как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших. Мысли мои выше мысли ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но паяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем, будете провождаемы с миром, горы и холмы будут петь вам песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам, и вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир, это будет во славу Господа, возновение вечное и несокрушимое. Итак, для нашего понимания, почему возникает некое противоречие между тем, что бесплодное слово в словах притчи Христа, и между тем, что Исаия сказал, слово не возвращается тщетным, мы откроем 11 стих. 11 стих этой главы 55 Исаии, особенно вторая его половина, она удивительна и пороясняет очень много для нас. Смотрите, мы прочитаем его, ну, прочитаем весь, так и слово мое, которое исходит из уст моих, не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и, точнее, после запятой мы читаем особо внимательно, но исполняет то, что мне угодно. И говорит дальше, и совершает то, для чего я послал его, то, для чего я послал его. Совершает то, что мне угодно, и оно делает то, для чего я послал его. Итак, друзья мои, у Бога есть своя мысль, когда Он говорит слово. Когда Он говорит свое слово, у Него не просто есть определение этого слова, мужья любите своих жен, Он не просто сказал, обязал мужья любите своих жен, но у Него есть своя мысль об этом. Он, говоря это слово, что-то имел в виду. Он, говоря это слово, мужья любите своих жен, Он говорит о том, что есть что-то, что ему угодно в этом слове, и есть то, для чего это слово он послал. Потому он разъясняет в контексте, говорит, как и Христос возлюбил церковь и так далее. То есть он показывает, что не для корысти мужья любите своих жен, не для какой-то, может быть, скверны или там еще для чего-то, но он поясняет контекст, для чего он это слово послал. То есть, когда мы внимательно подумаем об этом, мы придем к выводу, что важно не просто прочитать, важно не просто услышать слово в церкви, не просто услышать, просто молись, просто постись, а понять, что Бог хотел для моей жизни этим говорить, для моей души. Потому Иисус сказал, вы ухватились за слова пророка, который спалил в свое время людей. Вы пришли ко мне в этом молитве и просили, хочешь, давай мы тоже так сделаем. Вы ожидали своего результата, но ваш ответ вы услышали от Христа одну фразу, вы не знаете, какого вы духа. Вы не знаете внутреннего содержания своего, вы не знаете, для чего Бог был, послал то или иное слово. Он говорит, а я пришел, он поясняет. Не губить, но спасать. Если бы вы были правильного духа, правильного направления, вы бы взяли и нашли другое слово. Потому что ваш дух был бы первичен, ваше вот внутреннее состояние. Вы бы поняли смысл моего прихода на землю и понимали, что я пришел спасать, а не губить. Вы бы сказали мне первые, пойдем в другое селение Христос. Тут нас не приняли, но вы были иного духа, поэтому вы сказали, пророк написал, пророк сжег или там пророк сделал так. Давай мы так сделаем. Слово становится бесплодным, когда оно не идет по предназначению Божьему. Когда тернии заглушают его внутри меня, оно попадает на ту почву, в которую оно не может произвести работу, для которой Бог его послал. Потому Иисус и говорил о почве сердца. Он не просто говорил, не переживайте, слово Божье, оно тщедным не возвращается, на любую почву попадет и сделает все, что надо. Смотрите, друзья мои. Бесплодность не означает то, бесплодность слова не означает, что оно тщетно было послано. Нет противоречия в этих местах, когда Бог говорит, что слово Мое не возвращается тщетным. То, что оно бесплодно во мне, не говорит, что оно Богом было тщетно послано. Оно говорит лишь о том, что я взял это слово не исполнить, что угодно Богу и не то исполнить, для чего Он послал его. Но я взял, чтобы исполнить то, что мне угодно. Я, обольщенный богатством, взял то, что мне нравится и применяю его так, как я хочу. А Он ожидает, чтобы мы поняли Его смысл, Его предназначение, Его глубину, для чего Он предназначил то иное слово. И 13 стих и говорит, такой хороший прообраз как раз попало в сочетание с той притчей. Он говорит, и тогда, когда слово будет послано, для чего Я его предназначил, когда оно напоит землю, когда оно будет, для чего Я предусмотрел, то тогда вместо терновника вырастет кипариз. Друзья мои, прочувствуйте сейчас глубину этого прообраза, который таким чудным образом совпал. Вместо терновника, который заглушает слово, потому что почва такова, чтобы рос обольщение богатством, росло увлечение заботами. Вместо этого вырастет что-то, что Богу угодно, что будет в Его воле предназначено. Вместо того, что раньше слово заглушало, вырастет что-то, что является прообразом Божьей славы. Потому, друзья мои, важно понимать, и это опять же говорю, мое понимание, почему Иисус говорил, вы не знаете, какого вы духа. Вы правильно пришли в молитве, вы правильно провозгласили, правильно, может быть, пост взяли, в проломе стали, но не сработало. Не потому, что слово стало бессмысленным, бесполезным, слово Божье потеряло власть, силу и авторитет. Друзья мои, сколько сегодня церквей, где Евангелие перестало работать, и люди разочаровались в нем. Люди считают, что Бог обессилил. А где он, болезни, посмотрите, нищета, разруха, посмотрите, все увядает, жизни нет, депрессии, люди ходят, порабощенные. Нам надо искать выход, мы срочно должны что-то делать. Но Он ожидает, пока мы поймем смысл евангельский. И не просто поймем, знаете, о, поймут или не поймут, Бог смотрит. А, не поняли, ладно, погибли. Он во Христе открывает нам истину, чтобы мы поняли смысл, для чего Он послал слово. Когда Он говорит, почитайте один другого выше себя, Он имеет в виду, что это на самом деле так. Он не просто привел красивую аллегорию, чтобы мы, да, в евангельской церкви оно так красиво должно быть, но это жизнь, вы же понимаете. Как я могу почитать выше себя какого-то брата, который вообще мне в подметке не годится. Или вот эту сестру, которая вообще какая-то странная, как я ее могу выше себя почитать. Но если вы не хотите принять это слово, вы не хотите увидеть, для чего Он послал свое слово, для чего вообще Христос пришел. Если вы этого не хотите, то почва сердца никогда не станет годной для принятия слова Божьего, чтобы принесло оно плод. И тогда можно сколь угодно долго Бога обвинять и говорить, знаешь, Господь, ты несправедлив. В апостольской церкви было то, а у нас это. В апостольской церкви было движение, а мы сегодня и так, и мы можем спорить с Богом сколь угодно долго. Но Он говорит, на кого я призываю? На смиренного, на сокрушенного сердцем, трепещущего перед Словом Моим, трепещущего перед Его определением. Итак, мы двигаемся дальше. Исайя, вот в этом Евангелии от Матфея, Иисус упомянул опять же еще одно пророчество Исайи, которое очень ярко показывает, а что вообще с человеком происходит. Значит, 13 глава говорит, я читал уже это, я просто еще раз прочитаю, он говорит, сбывается над ними пророчество Исайи, говорит, слухом услышите и не разумеете, глазами смотреть будете и не увидите. Я на этом пока остановлюсь. Он говорит, пророчество Исайи сбывается, люди будут слышать Слово, но не смогут его понять. Люди будут трактовать его по-разному, но истинный смысл, заложенный Господом, который изрек это Слово, они не поймут. Они Христа будут использовать по-разному, для обогащения, для своей славы, для раскрытия своих талантов, показать себя значимыми, но только не для того, чтобы склониться перед ним, как перед главой церкви, перед главой тела. Только не для того, чтобы покориться ему в жизни. И он дальше продолжает, ибо, 15 стих, Иисус, как бы говоря словами пророка Исайи, это прямое пророчество с книги пророка Исайи. Исайя пророчески рассказал так, что это действительно было Духа Божия, что Христос просто процитировал. Говорит, потому что огрубело сердце людей сих, ушами с трудом слыша, с трудом. Сегодня, насколько это близко нашему состоянию порой, братья и сестры, мы с трудом улавливаем какую-то тоненькую нить евангельского учения, чтобы хоть как-то ей соответствовать. И говорим, люди, мы должны просто, правильно перед Богом жить и поступать. Но это настолько отдаленно напоминает благодать. Когда я держусь всеми силами, чтобы не грешить, и у меня стоит, как бы я думаю, Бога лайк, да, что молодец сегодня не согрешил. Это не Евангелие, когда я просто держусь, чтобы грех меня, не дай Бог, не сбил. Когда я не являюсь, не чувствую себя новым творением, я не понимаю, что во мне жизнь Христова, жизнь Божья, закон Духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти. Это лишь тоненькая нить, о которой Исаии говорит, они с трудом слышат. Глаза своими сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. И мне даже сложно это как-то, знаете, описать доступнее, но я чувствую в своем сердце, я понимаю это. Что когда Бог смотрит на людей, и Он говорит, послушайте, во что вы превратили слово? Во что вы превратили послание Евангелие? Во что вы превратили жизнь с Господом? В обогащение, в насыщение, стремление к решению проблем, как один брат говорил, Бога воспринимает как автомат решения своих вопросов. Богу задание выдали, я ожидаю, что Он просто придет и решит все. Кого-то обещает жизнь наладится, денег больше станет, когда ты придешь ко Христу. Они не могут обратиться, говорит, чтобы я их исцелил, потому что они просто не разумеют, для чего я послал слово. Слово не работает, оно бесплодно, но они не могут уразуметь, что им надо обратиться, оставить свое, то что внутри неправильная почва, или как бы приготовить эту почву по-новому. Итак, мы, может, к этому еще и вернемся сейчас. Огрубело сердце, вот это я хочу остановиться, огрубело сердце людей. Процесс, который происходит, изменения внутри меня под влиянием, ну, я считаю, под влиянием информации, которая сегодня есть, под влиянием духовного мира. Смотрите, Евангелие от Матфея 24, 12, нам высветят, это говорится о последнем времени, я просто так, это место, как такой знаковый момент, ключевой, Матфея 12, да, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, по причине умножения возрастающего вокруг нас беззакония. Писание говорит, во многих охладеет любовь. Я приведу одно место, почему я считаю, что процесс огрубевания сердца, то, о чем Евангелие от Матфея говорит, или то, что Исаия пророчествовал, оно происходит по причине того, что зло, которое входит в сердце человека, оно делает его нечувствительным к Божьему, к Божьей любви, к Божьему слову. Я хочу прочитать одно место из пророка Иезекииля. У пророка Иезекииля есть место, которое очень часто применяют к дьяволу. Ну, есть такая небольшая особенность. Для того, чтобы понять, как дьявол пал с неба, вот это место обычно читают. Но я скажу сразу, что я не буду сейчас говорить вот это о дьяволе и так далее. От меня, или скажем, для меня это пока не является каким-то персональным откровением. Здесь говорится о неком царе, о неком человеке. И я не знаю, применимо ли это прямо к дьяволу. Так есть концепция богословская. Но для меня важно сейчас другое. 28 глава с 13 стиха. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были драгоценны, украшены всякими драгоценными камнями». Камни я читать не буду, очень сложно. Сами, если хотите, дома прочитайте. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей и ходил среди огнистых камней. Ты был совершен в путях своих со дня твоего творения. Доколе не нашлось тебе беззаконие. От обширности торговли твоей, внутренняя твоя, исполнилась неправды. И ты согрешил. Я низвергну тебя, как нечистого, с горы Божьей. Изгнал тебя с херувима, сеняющей среды огнистых камней. От красоты твоей возгордело сердце, тщеславие ты погубил мудрость. Зато повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор». И так далее. Понятно, что мы видим здесь пророчества или какие-то откровения о том, что, возможно, произошло с дьяволом. Но мы не будем сейчас об этом рассуждать. Я хочу коснуться 16 стиха. «От обширности торговли твоей, внутреннее твое, исполнилось неправды». Когда Писание, Исайя говорит, почему люди не могут слышать ушами, не разумеют сердце, он говорит, огрубело их сердце, стало грубым. Слово «грубело» подразумевает то, что что-то произошло с ним, какие-то изменения под воздействием чего-то. Например, у нас у всех, ну не у всех, ладно, кожа грубая такая уже достаточно, борода. Если вы берете ребенка кожу, младенец. Когда моя дочка была поменьше, я мог, ну не знаю, часами-часами, это неправда говорить, но просто вот прикасаться к ее личику, настолько эта нежная кожа, это ощущение, которое трудно передать. Вы не найдете такого прикасаясь к отполированному металлу. Это нежность, которая просто в каждом прикосновении вы наслаждаетесь этой жизнью, которая есть вот этой нежностью. Но я тоже таким был в детстве, в младенчестве, я думаю, моя мама тоже с папой прикасались к моей щеке, но сейчас она грубела. Жизнь произвела перемены. Воздействие внешнее произвело перемены. Я старею, годы идут, то есть перемены произошли из влияния извне. Это не был Божий план. Здесь он говорит, от обширности торговли твоей, то есть от твоих контактов, которые ты установил торговых, и той информации, которая через эти контакты, она проникала в тебя, твое внутреннее наполнилось неправдой. Друзья мои, когда мы говорим об огрубевшем сердце, это не просто дьявол пришел и огрубил ваше сердце. Это процесс влияния информации, которая поступает к нам извне. Сегодня задумайтесь, мы поколение, которое не особо переживаем о насилии. Когда мы смотрим новости и говорим, там расстреляли 10 человек, там убили кого-то, там растерзали, там подрались, там избили. Да, нам неприятно, но нас уже не воротит от этого, не тошнит. Мы уже спокойно смотрим на это, мы привыкшие, потому что постоянно информация этой изо дня в день, из года в год, постоянно средства массовой информации, интернет, они воздействуя на нас, делали наше сердце более грубым, более нечувствительным к этому. И когда мы соприкасаемся вот с этими огромными потоками информации, несущие в себе зло, нам порой кажется, мы новости посмотрели, чтобы быть в курсе. Мы посмотрели какие-то события, какие-то сегодня модные проекты молодежные, которые снимаются, которые борются со злом. Мы смотрим какие-то еще, может быть, фильмы, еще что-то. И сегодня это пропаганда. Мы говорим, это ничего страшного, мы защищены от этого. Но, друзья мои, я скажу так, что мы обманываем сами себя, мы не защищены, мы просто огрубели, мы стали непробиваемыми, наше сердце стало черствым. Когда люди, которые стоят там в экранах телевизора, где мы видим, убивают других людей, они тоже люди, но с грубым черствым сердцем. Их рука спокойно поднимается пристрелить кого-то, а мы спокойно можем сидеть и смотреть на это. Мы почти такие уже, как они. Наше сердце стало черствым. И когда наше сердце стало черствым, или почему оно стало, мы постоянно торгуя с этим информационным злом, мы постоянно устанавливая связи. Торговля это связи, отношения. Когда мы постоянно обмениваемся с новостями, с какими-то фильмами, с музыкой, с чем-то еще, мы впитываем себя в это. От обширности этой торговли внутренне исполняются неправды. Мы не замечаем этого, но мы стали иными внутри себя. Я вспоминаю моменты, когда где-то первый раз по телевидению, я помню это было, я был в школе, и у нас дома был телевизор, и какой-то фильм шел, не такой, не приключенческий, обычный какой-то фильм. И там была очень откровенная сцена насилия. Я помню момент, как мне стало очень плохо от этого. У меня все внутри просто перевернулось, поколебалось. Для меня это был такой шок. Я не помню, сколько лет мне было, но я первый раз увидел такую откровенную сцену насилия в фильме. И я помню в тот момент, что-то в моем сердце произошло. И знаете, прошли годы, я вспоминал этот эпизод, и я вспоминал сцену, которая там проходила, и я понимал, что на сегодняшний день это вообще невинная детская шалость. То, что тогда меня сильно впечатлило, сегодня является невинной детской шалостью. Наши дети сталкиваются в школе, где-то еще на телевидении, в мультиках, более жестокими вещами, чем та, которая тогда меня впечатлила. Вы знаете, я стараюсь, мы в семье стараемся ограждать наших детей максимально от всякого рода этой информации. Бог видит наше стремление. Я знаю, что они не защищены в школе, они не защищены где-то там, где мы их не видим. Но мы стараемся делать для них все возможное, что Бог дал нам в наших силах. И Бог видит это. И я знаю, что сегодня то, что сердце людей огрубело, мы перестали слышать Слово Божье. И здесь, верните нам еще раз это место, которое говорит про огрубевшее сердце. Там говорится, это Матфея, 13 глава. И здесь очень четко приводит Иисус пророчество вот этой Исаии, ибо огрубело сердце народа вот это место. И Он говорит, и из-за этого ушами с трудом слышат, глаза сомкнули, не видят. Мы перестали. Просто перестали видеть то, что приходит от Бога. Мы порой думаем, что Бог на небе замолчал. Он не замолчал. Мы перестали его слышать. Он не перестал обращаться к нам со своим посланием. А мы из этого послания берем то, что нам нравится. И хотим, чтобы оно было именно так, как нам нравится. Но так не будет. У Него есть Слово, которое Он для чего-то послал. И для которого Он для чего-то предусмотрел. И еще последняя мысль. Я хочу, чтобы мы еще сегодня молились, пели Богу, поклонялись Богу. Отдали это время для Его славы. Когда эти заботы, которые сегодня, как терни, заросли, не дают Слову Божьему принести плод. Я хочу, чтобы мы увидели еще одно важное место Священного Писания. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Он говорит. Все заботы ваши, 1 Петра, возложите на него, ибо он печется о вас. Нет, вот этот, 7 стих. Все заботы возложите на него, ибо он печется о вас. Друзья мои, я хочу, чтобы у нас было очень четкое понимание, что почва нашего сердца, огрубевшись нашего сердца, создает неверный дух, как Иисус говорит. Вы не знаете, какого духа. И потому в этой почве вырастают тернии, вместе же со Словом Божьим. И оно бесплодно. Так вот, когда меняется наша почва, когда мы начинаем, приходим с проскаянием перед Богом, и когда мы начинаем приходить к Богу, раскаиваясь, эта почва меняется. Вместо тернии должен вырасти кипарис. Что-то Божье, что-то прекрасное. И когда Писание здесь говорит, не просто заботы, пусть бременем на ваших плечах так и лежат, пусть они придавят вас. Евангелие говорит о том, что не заботьтесь, что умеешь, что пить, во что одеться. Многие люди говорят, ну это абстракции. Нет, это не абстракции. Возложите это на Него. Заботы возложите на Него. Для меня это очень конкретно. Когда я могу доверять какому-то человеку, которого знаю, мы рассуждали об этом на домашней группе, конечно, здесь очень важную роль играет опыт, познание Бога, насколько я знаю Бога, насколько я доверяю Бога. Но когда я знаю человека, когда у меня есть какой-то вопрос, я позвоню своей жене и скажу, слушай, сделай срочно то-то и то-то, я забыл. Если до этого момента меня тяготило, до этого звонка, вот он, звонок, совершенный там в 12.35. До этого момента это бременем лежало на мне, но я решил, что я, у меня есть человек, которому я могу доверить это. Все заботу свою на об этом вопросе я переложу на свою супругу. И когда я набрал этот номер ее телефона и сказал, сделай это, она сказала, да. Премия спала с моих плеч, с моей души упал этот камень. Я возложил заботу на другого. И у меня пришла легкость. Друзья мои, сегодня Евангелие призывает нас, Писание призывает нас возложить заботы на Христа. Когда я доверяю Христу свои переживания, они перестают меня тяготить. Иоанна 14 глава, Евангелие от Иоанна 14 глава, 26-27 стих. Это очень важное место для того, чтобы мы понимали вместе с вами, что заботы, которые продолжают нас тяготить, мы не смогли отдать Богу. Посмотрите, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит все, что я говорил вам. Вот уже здесь, в этом стихе, в контексте того, что сегодня мы говорили, насколько важно понимать роль и работу Святого Духа среди нас. Он научит тому, что действительно от Бога было запланировано в Слове. Не тому, что мы придумали, не тому, что нам показалось, но тому, что Он хочет. И говорит, и мир оставляю вам, мой мир даю вам, не так, как мир дает, даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Мир Божий, это признак, это важное качество того, что мы отдали заботы Богу. Если сегодня тебя продолжает тяготить твоя проблема или твоя ситуация, и ты молился много раз об этом и говорил, Бог, разреши ее так, разреши ее так, разреши ее так, то, возможно, ты в числе тех учеников, которые пришли к Богу со своим видением, со своей просьбой, но ожидают своего решения вопроса, как они этого хотят. И бремя продолжает их тяготить. Они пришли к Богу просить, чтобы спалить этих людей, и это тяготило их, это было над ними. Но Иисус говорит, а я не буду этого делать. Вы не знаете, какого духа мы вообще пойдем в другое селение? Если сегодня тебя еще что-то продолжает тяготить, это значит, что мир его не пришел в твое сердце. Друзья мои, я верю в то, что мир Божий это покой, это слава Божья, это простота и радость, что я человек, которого не тяготит бремена земной жизни. Это не значит, что я живу беззаботно, у меня есть мои обязанности по жизни, но я знаю, что я могу взять и возложить на Христа, и Он дает свой мир. Я больше не переживаю за свои финансовые ситуации, я больше не переживаю за какие-то вопросы в отношениях с людьми, служение в церкви, какие-то мои дела личные. Я возлагаю на Него. Хочу, чтобы это не стало в моей жизни терновником, то, что меня поработит и как-то уничтожит, а то, чтобы Слово Божье во мне вырастало. Итак, последняя мысль, как я и говорил, как мы можем это сделать, возложить эти заботы на Него. Мы говорили об этом и на домашней группе, рассуждали. Прочитаю сейчас два места, и первое место будет Колоссяном, 1 глава, 16 стих. Это два последних места, которые мы сегодня прочитаем. Есть сферы видимого и невидимого. 1 колоссяном, ибо им создано все, все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господства ли, начальства, власти, все им и для Него. Вот здесь очень важный момент. Мир не состоит только из того, что мы видим. Мы видим эту кафедру, мы видим этот свет, аппаратуру, мы видим меня, ходящего по сцене, но у меня есть жизнь, которую вы никогда не увидите. Мои мысли, мои желания, мои чувства, я могу их проявлять, но вы не увидите их внутри меня. И это невидимое, оно тоже играет роль. Вот вы не знаете сейчас, из чего я проповедую, из любви к вам или из ненависти. Вы можете предположить, правда? Наверное, он нас любит, потому и проповедует. А может, я просто вас ненавижу за ваши грехи. И просто хочу вас научить, чтобы хоть что-то у вас там получилось на небе. А может, я люблю вас и искренне хочу действительно. Вы не узнаете этого. Это может быть видно только в моих поступках по отношению к вам. Поэтому есть невидимое, невидимое, которое влияет на мою жизнь, на мое хождение и на вас в том числе. Видимое, это я стою, а невидимое, то, что внутри меня скрыто от ваших глаз. Так вот, Писание говорит, все им. И второе место Писания, второе послание Коринфянам, 4 глава, 17-18 стих. Как мы можем возлагать заботы наши на него? Второе послание Коринфянам, 4 глава, 17-18 стих. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, запятая, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, невидимое вечно. Когда мы с вами понимаем, что есть Христос, которому мы отдали свою жизнь. Мы не видим Его порой в своих жизненных ситуациях напрямую, но есть невидимое, это слава Божья. Невидимое, то, что Он сотворил для нас, то, что Он определил для нас. Когда мы будем взирать на то, что мы не видим. Вы скажете, странный ты, как мы можем взирать на то, что мы не видим? Как мы можем доверить свои заботы, возложить тому, кого мы вообще не видим и, может, даже не знаем? Очень хороший пример в одной книге один христианский автор привел. Он говорит, верная смерть для дерева это кольцо, которое можно одеть на него. И когда вы окольцевали дерево, оно продолжает еще жить. Вы знаете, что оно сейчас живет, листья зеленые, сок теркулирует, оно живет, оно дышит жизнью, но вы окольцевавши его, можете посмотреть в будущее, в то, что еще невидимо, и увидеть то, что оно уже умерло. Вы можете, увидев это живое дерево сейчас, посмотрев просто тем, зная, что оно окольцовано, что в будущем оно умрет так или иначе. Взирая на невидимое, вы уже знаете, что смерть его неминуема. И точно так же, когда мы сегодня видим свою проблему, но знаем, что она окольцована Христом, знаем, что я смог доверить ее Христу, что я смог сегодня эту заботу возложить на Христа, что я сегодня не раб этого терновника, который во мне, в моей душе создал бастионы, умерщвляющие Слово Божье. Я знаю, что моя проблема взята сегодня Христом. И я начинаю взирать на то, что я еще не вижу. Я вижу, что последствия еще здесь, но я знаю, что мой Христос Владыка. Давайте встанем сейчас. Я знаю, что мой Христос Царь. И когда я сегодня возлагаю заботу на Него, то Его Слово, оно перестает быть бесплодным. Когда я сегодня доверяю Ему и хочу следовать за Ним, Его Слово, оно перестает быть бесплодным. Я следую за Ним не ради решения своих вопросов. Я следую за Ним не ради улучшения финансового состояния. Я следую за Ним, потому что Он излил свою любовь в мое сердце. Он пришел и изменил мою судьбу. Он пришел и взял мою жизнь в свое дело. Он пришел и наложил, дал мое сердце свою печать, печать своего духа. Я поклоняюсь Тебе, Господь. Субтитры сделал DimaTorzok